Снова песни зазвучали веселистые танцы. На дворе народный праздник, праздник плуга Сабанту! Песнями, танцами, чак-чаком, караваем и клубникой гостей и жителей города встречали на Сабантуе в Зеленодольске. Праздник плуга традиционно отметили в парке Березовая роща. Здесь множество развлекательных площадок, национальные подворья, площадка деревянного зодчества, выставка народных художественных промыслов и конкурсы. В них поучаствовал и первый вице-премьер Рустам Никматолин. Прихожу сюда каждый год, встречаемся с друзьями, смотрим праздник. Действительно единение народов. Здесь вот посмотрите, сколько народов. И русские, и татары, и наверняка много других национальностей. Мы приехали специально из Казани, большой компанией с друзьями. Будем соревноваться, армрейсинг у нас будет. Пожелайте нам удачи. Для нас это, прежде всего, традиционный праздник, где можно провести активно в кругу семьи, вспоминая все самые лучшие, теплые, хорошие традиции, которые есть у нашего народа. О традициях татарского народа большое представление на главном Майдане Сабантуя. Испокон веков праздник Плуга – источник самобытной культуры. Он создает особый колорит и объединяет, говорят на официальном открытии праздника. За долгие годы своего существования Сабантуй стал символом мира и согласия народов Татарстана. На этом празднике мы чествуем всех тружеников сельского хозяйства. Они делают все возможное, чтобы наши столы были изобильными, и у нас всегда был хлеб. Низкий поклон и огромная благодарность за ваш труд. Гостей Сабантуя в Бавлах встречают баурсаком и ищпишмаками. На Майдане кухни разных народов, песни и танцы, традиционные состязания. Кыряж, бег в мешках, бег с коромыслом, ходьба по бревну. Всем победителям заслуженные призы. Уже давно не лазил, решил попробовать. Вот получилось. На Буинском Майдане, кроме традиционных атрибутов Сабантуя, артисты на ходулях и даже единорог, на котором можно прокатиться. Для детей необычные конкурсы, мастер-классы по народным ремеслам. Учат гончарному делу и изготовлению традиционных игрушек. Это русская народная игрушка. Раньше девочек приобщали к рукоделию. И это будущим пряком изготавливают такие куколки. Счастье и улыбки дарят Сабантуя всем, кто пришел на праздник. На Майдан Вознакаева пришли сотни жителей района. Здесь яркий пролог, прославляющий татарскую культуру и трудолюбие. Отдельной колонной идут передовые земледельцы и животноводы. Лучшим сельхозработникам вручили новые автомобили. Традиционно на Сабантуе провели и скачки, и турнир по борьбе кирэш. Кто быстрее кусит траву, кто рубит дрова, а кто пилит бревно, проверили в Елабуге. Праздник получился масштабным и всенародным. Так совпало в этом году, что мы с Абантуем праздник в день нашей страны, в день России. И это приятное очень совпадение. Я бы пожелал всем нашим горожанам, всем россиянам единства, нашей дружбы, чтобы все у нас получалось, больших совершений и больших побед. Побеждали елабужцы в боях мешками и перетягивании каната, национальной борьбе и покорении высоты. С яйцом в ложке здесь не только бегали, но и фотографировались. Лина Зинатульна, ТНВ, Татарстан. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани. 5705-100.